Почему нам нужно пророчество? Потому что о каких-то вещах Бог сказал. И когда ты видишь сбывающимся какие-то вещи, ты можешь еще что-то в этом пророчестве увидеть, чему еще оно надлежит и к чему все идет вообще. Да, Лестер Саммерл, он в Библии не записан, но этот человек, на котором уже стоит печать Божья, он уже ушел к Отцу, он послужил ему, он никак не признан каким-то там лжепророком, каким-то сомнительным. И вот когда-то, то ли 91-й, то ли 93-й год, 92-й, будучи в России, он высвободил такое пророчество. Оно такое достаточно длинное и очень необычное. Когда-то, я помню, еще Ярослав принес это пророчество в церковь, оно меня тогда еще зацепило. Я в нем достаточно долго варюсь, оно как бы работает в моей жизни, говорит в моей жизни, вдохновляет меня, дает какое-то направление. И через это понимает, что именно в этом пророчестве есть что-то. Вот есть Дух Божий. И сегодня мне свидетельством стало, я говорю, в среде недели, я как бы, у меня пришли эти мысли, думаю, ну я вроде читал, а как это сделать? Как-то я так подумал об этом, что неплохо было бы в церкви его прочитать. Ну и я забыл. И уже готовясь к проповеди, я решил говорить о доспехах, и вдруг у меня телефон. Биби им. Ну как бы, смс какая-то пришла. Ну и обычно у меня там этот, я в епископском чате там состою, РЦХВЕ-шный наш. Там постоянно что-то пепикает. Они все время, их много, они много что-то там выкладывают, молятся за кого-то. И на днях тоже один из пасторов, причем этот пастор сейчас находится, ну или вчера, или даже позавчатом, сейчас не знаю, где он находится, но он находится в Одессе. Кто-то его знает, по-моему, Виталий Максимев, знаете, я не знаю, он живет в Одессе, но, короче, он там, ну каким-то образом он вот там, вывозит людей, эвакуирует, там помогает. У них там дом. А, у них там, да, детский дом. Вот они дом свой там. Ну и вот он близко к этой ситуации, и я не помню кто из служителей, а, вот еще там один пастор, уважаемый, ну, написал в чат, что, да, понятно, у нас сейчас много всяких мыслей, но, братья, хотелось бы какое-то слово от Бога получить. Есть у кого-то слово от Бога, ну, на данную ситуацию, да, и это вот обращение, грубо говоря, ко всем епископам там и так далее. На прошлой неделе мы читали вот слово, которое Алексей Павлович написал в чат, и, в принципе, вот меня оно вдохновило, еще кого-то оно вдохновило. Тоже, ну, чувствовалось, что есть в нем сейчас Дух Божий, да, вот в этом слове. И вот, говорю, что пару дней назад выложил один из пасторов, вот даже пишет там, имею в виду, ну, вот, давайте прочитаем вот просьбу. Уважаемые братья, что Бог говорит в ваших церках? Я спрашиваю вполне серьезно, к чему готовиться, как сложится ближайшее будущее для нас, церкви России, на что обратить внимание, чего избежать, в чем бодрствовать и укрепиться? Не имею в виду наши собственные умозаключения, есть ли ясное пророческое слово и внушение Духа? Буду благодарен тем, кто поделится проверенным пророческим откровением. И вот была какое-то время тишина, и вот сегодня вот этот вот Виталий Максимюк выкладывает ссылку там на YouTube. Я говорю, вот я готовился с утра и хотел говорить о доспехах, но пробипикала эта штука, я отреагировал, я мог бы даже ну как бы и не посмотреть, ну выложили они, 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 я не всегда открываю там, потому что все время там невозможно, если, ну вот побуждение такое было, я открыл, открываю эту ссылку, и он вот выложил пророческое Лестера Самроу о России, да, и после этого как бы ряд служителей, кто-то там отреагировал действительно хорошо на то, что он выложил, да, и что такое подтверждение, и я просто про себя говорю, что я получил подтверждение, знаете, в среди недели мне Бог говорил про это пророчество, что нужно его сейчас опять поднять и поразмышлять, и вот сегодня с утра я прям получил такое явное подтверждение, почему я вам и рассказываю это подробно, да, вот, ну с другой стороны, я мог бы уже перейти к пророчеству, да, не морочить вам голову об этом, ну мне важно, да, вот, донести до вас то, что я сам как бы пережил, да, что Бог хочет, чтобы мы сейчас обратили внимание на это слово, на это пророчество, вот, до того, как мы пойдем в это пророчество, я хочу прочитать еще другое пророчество, то есть основное пророчество, оно будет Лестера Сабрала, которое было дано в 97-м году, да, ой, в 92-м году, но до него я хочу прочитать короткое пророчество Хассана Тейла, он родился в 1832 году и где-то вот там лет, при возрасте 50 лет он, давайте я прочитаю, вот прям, как тут написано, знаете, кто это Хассан Тейлор? Не знаю, кто Китай, очень сильно, ну, как бы, заевангелизировал Китай, это был такой очень серьезный проповедник, который вот, ну, на котором, ну, миссионер, потому что вот миссионерство, оно было раньше, ну, не совсем правильным таким, я тут недавно, вот, у меня было миссионерский предмет по миссионерству, да, по созданию церквей, и много веков, там, католическая церковь, они были миссионерами, знаете, да, они там были миссионерами, в Африке, в Южной Америке, да, насаждали, как бы, свои церкви, но это было больше все равно такое, евангелизации там было мало, евангелия там было мало, больше несли цивилизацию, больше несли культуру христианскую, да, что тоже, в принципе, хорошо, но миссионеры там жили совсем не так, как жили эти люди, ну, которым они проповедовали, да, то есть миссионеры жили хорошо, люди продолжают жить плохо, миссионеры там им что-то раздавали, кормили, там, создавали, но вот это было немножко такое, и вот Хатсон Тейлор, он стал одним из самых таких первых миссионеров, который стал жить как люди, то есть вот он даже, говорят, красился в желтый оттенок лица, он ходил, как одевались китайцы, да, у него действительно были очень большие плоды, и, ну, как бы, он действительно был по-настоящему духовным человеком, по-настоящему миссионерам, вот, то есть достаточно великий такой человек признанный, и вот с него, с первого идут пророчества, почему я вам его хочу прочитать, потому что пророчества о России в последних времен начались именно вот с Хатсона Тейлора, вот, в 1880 каком-то, да, может быть, году, и оно произошло тоже таким необычным образом. Давайте я вам прямо прочитаю. Хатсон Тейлор родился в Англии в 1832 году и в возрасте 21 года уехал в Китай, где основал внутреннюю китайскую миссию. За более чем 50 лет служения в Поднебесном иногда возвращался в Британию для отдыха. Есть свидетельство, что во время одного из таких отпусков, когда он проповедовал в одной из церквей Лондона, прямо во время пробоведи он получил сверхъестественное Божье откровение. И вот дальше он говорит, у меня было видение, в этом видении я увидел великую войну, которая охватывает весь мир. Я увидел, как эта война прекратилась, а затем возобновилась, на самом деле превратившись в две войны. После этого я увидел много смуты и волнений, которые затронут многие народы. В некоторых местах я увидел духовные пробуждения. Я увидел, что в России придет огромное всеобъемлющее национальное духовное пробуждение, которое будет настолько великим, что подобного ему и быть не может. Я увидел, как из России это пробуждение распространилось на многие страны Европы. Затем я увидел всеобщее пробуждение, за которым последовало пришествие Христа. Хайцелл Тейлор был известен тем, что всегда постоянно ввел личный дневник, где описывал личные переживания и хроники миссионерского служения. Вот как он описал события того дня. Вчера вечером у нас было очень интересное собрание. Прямо во время пробоведи ко мне пришло видение. Я знаю, что я остановился и некоторое время оставался неподвижен. Я не был уверен, действительно ли это было от Господа. Поэтому, когда видение закончилось, я продолжил пробовать. Однако, через некоторое время, я в ноги узрел в то же самое видение. Не знаю, как долго я молчал во второй раз, но я должен был провозгласить то, что увидел. Опять мы видим этот принцип Божий, что человек после того, как первый раз он увидел видение, он еще сомневался, но когда Бог повторил его видение, он его открыл. И мы видим, что началась война, потом превратилось в две войны. О чем мы можем здесь заключить? Первая мировая, вторая мировая, потом... И я здесь не вижу Третьей мировой, если честно, в этом откровении. После этого, после двух вот этих... Я увидел много смуты и волнений, которые затронутся у народа. В некоторых местах я увидел духовные пробуждения. То, что мы тоже знаем, то, что в 19 веке было много духовных пробуждений. Уэльс, Таллинн, еще какие-то, да? Азуза-стрит. Я увидел, что в Россию придет огромное всеобъемлющее национальное духовное пробуждение, которое будет настолько великим, что подобного ему и быть не может. Я увидел, как из России это пробуждение распространилось на многие страны Европы. Затем я увидел всеобщее пробуждение, за которым последовало пришествие Христа. Вот. Поэтому во мне это живет. Я вам передаю. Я в группу скину. Я в группу скину еще. Мы сегодня не будем смотреть видео одного пробуждения. Это Боб Джонс, по-моему, да? Вот. О русском пробуждении. Поэтому, ну вот, кому интересно, я считаю, вот такие вещи христианам должны быть интересны. Знаете, мы должны как бы вот... Мы в Ютубе много чем. В Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме много на что внимания обращаем, много чем питаемся, поэтому вот такими вещами мы обязательно должны себя как бы напитать, увидеть их, наполнить в сегодняшнее время. Потому что, вот, как я говорю, что... Я верю, что Бог говорил. Так. Давайте мы теперь прочитаем длинное пророчество Лестера Саммерла. Мы не знаем, каким образом он его получил. Нам всегда как бы хочется... Вот нам пророчество Хатселла Тейлора, оно, ну, как бы вот... Оно мне нравится. Оно получено со всеми такими подтверждениями. Человек вел дневник, да? Каких-то там событий. И вот для него было важно это все подчеркнуть. И мы прям вот от него это свидетельство, да? Как он сам отнесся к этому, что у него прям было видение, да? Этот человек никак не был связан с Россией, да? То есть мы видим, что он был в Англии, проповедовал в Китае, но Бог ему дал видение по поводу именно России, да? Чтобы вот показать. Теперь пророчество Лестера Саммерла. Я даю... Прям все, начинается уже пророчество. Кавычки открываются, и как бы Бог говорит через Лестера Саммерла. Я даю новое видение моим людям в этой стране, о моем посвящении. О моем посещении. Это не то пробуждение, о котором читали в книге или слышали от других. Это не мощные, сильные волны, которые я изливал на Израиль. Нет. То, что я буду здесь делать, еще не существовало ни в одной стране за всю историю. Но это именно то, что происходило в дни, когда я основал мою церковь через своих апостолов Духом Святым. Я буду созидать церковь такой, какой она должна быть. Это будет цельное переживание моей сверхъестественной силы. Цель моего посещения не излияние чудес и знамений на тысячи и толпы, не шумные собрания, которые были раньше, когда я напоминал о церкви, когда я напоминал в церкви о Духе Святом, без которого она не может существовать, о котором она забыла. Цель не жатва тысяч за один раз. Нет. Но цель – завоевание единиц, всего лишь единиц, которые влияют на миллионы, на всю страну. Не обманывайтесь, ожидая чудес и знамений, ибо, ожидая их, можете упустить меня. Это потрясет разум многих верующих, которые будут ожидать излияния чудес и знамений, и в итоге будут сильно разочарованы, и скажут, «Неправда, пробуждения нет!» Но я говорил, что чудеса и знамения идут за вами, позади вас. И то, что вы ожидаете, как пробуждение с чудесами и знамениями, я буду делать, как и обещал, но так, как никто никогда не ожидал и не переживал, и ни у кого в мире нет подобного опыта, кроме опыта церкви, описанного в Деяниях Апостолов, который был упущен большинством церквей. Я сейчас сотрясаю весь опыт церквей по всему миру, ибо делаю совершенно новое с новыми людьми. Это не просто духовное пробуждение, это полная реорганизация в политической и экономической сфере. Подобного никогда не было. Два царства, между которыми контраст настолько четко будет виден, как день и ночь. Разница между этими царствами будет видна не только в духовной сфере, но и в сна, и в физической, ибо два царства явят две системы. Две системы отношений, два образа жизни, мысли и действия. Первое, царство Божие, которое впервые проникнет в сферу экономики, политики, сотрясет демоническую систему, которая так долго держала в своих руках экономику и политику. Второе, система антихриста, новая и последняя. Бывший Советский Союз это место, где находится центр войны. Сейчас здесь большая концентрация демонических сил, которая когда-либо существовала. Это потому, что здесь самая сильная концентрация моей работы, которую я провожу здесь. В моем посещении земли цель не завоевания тысячи для Христа за один раз, но иногда ключевой человек, в чьих руках судьба людей, не шумные евангелизации, а тихие встречи, один на один, которые я буду устраивать для своих людей, с теми, кто играют или будут играть важную роль в этой стране. Это не то время, когда я по милости своей просто изливал свою благодать, и люди без каких-либо усилий открывали свои руки и принимали. Но это будут усилия моих людей, которые сейчас во время изобилия, как и Осип в Египте, собирают житницы хлеб, учатся слышать мой голос, получают видение и план, как выполнить его. Ибо я приведу голод, когда многие верующие будут застегнуты врасплох. Так внезапно это будет. И бросятся искать меня. Что им делать? Но цена хлеба во время голода очень высока. И многие будут платить очень высокую цену. Очень, очень высокую цену. Собирайте хлеб сейчас, ибо это мой план. Я привожу голод на эту землю. Те люди, которым вы предлагали хлеб не изобилие, а они пренебрегли им, отказались от него. Но когда голод усилится, они обратятся ко мне и прибегут к вам, потому что вы имеете живой хлеб и дадите этот истинный хлеб жизни, который насыщает. И когда вы будете отдавать его им, я буду умножать его в ваших руках, ибо кто имеет, тому еще прибавится. А те, которых я привел сюда помогать вам, увидят мой изначальный план. Не удивляйтесь, что они пока не видят всего, что я готовлюсь здесь, что я готовлюсь здесь в России. И не видят тех людей, которых я готовлю, и которым даю видение. Это не потому, что не хотят этого, или слепы, но потому, что не могут вместить сейчас всего того, что я имею для этой страны. Ибо еще не было подобного опыта до этого времени. Но когда увидят все, но когда увидят все сбывающимся и захотят помочь вам быть рядом, то не смогут, потому что я закрою двери и границы. Люди мои здесь не смогут рассчитывать на их помощь. Церковь, которую я буду созидать, не будет зависеть ни от одного доллара из-за границы. Полная зависимость от меня. Когда это начнет сбываться, и свет Евангелия начнет проникать в сферы, которые раньше находились под полным контролем сатаны, и завоюют людей, занимающих важные позиции в стране, то весь ад восстанет на моих людей. Но ничего не смогут сделать. Не смогут обвинить, что церковь моя куплена западом, и что иностранцы основали ее, ибо я закрою уста всем теми фактами, что, во-первых, двери для помощи извне будут закрыты, и мой народ будет полагаться только на мою помощь, во-вторых, церковь будет моим людям, когда голод усилится, и в-третьих, мои овцы будут знать мой голос, и будут послушны моему святому духу, и среди них будет единство мыслей, слов и действий. Мой дух будет вести их там, где кажется, нет путей, так как я обеспечу мою церковь всем необходимым, чтобы она смогла пройти через эти дни, которые я приведу на эту землю, и я уже готовлю сердца людей в предстоящей жатве, и она придет через мое посещение, которое сотрясет врата ада. И затем я открою двери этой страны, но не для того, чтобы многие приехали сюда, как это было раньше, а чтобы выпустить этот огонь из этой страны по всей земле, и многие возьмут от этого огня, и вынесут по всему миру. Я сказал, что посещу эту землю, поэтому молитесь не о пробуждении, а о том, чтобы принять мое видение, и знать, какое место занимаете вы в нем, ибо я имею для каждого из вас часть в этом видении. Цель для вас не поток знамений и чудес, ваша цель знать мой голос, мое видение, и достигать людей, которых я буду приводить к вам при вашем полном послушании и подчинении водительству Святого Духа. А также быть в единстве и пережить силу согласия. Аминь. Вот, ну, я читаю уже много раз, и меня больше, больше, больше влазит, но вы замечаете, нет, что есть вещи, которые очень сильно сегодня согласуются с тем, что происходит. И про доллары, и про границы, и про то, как вот было раньше, да, и про то, как сейчас идет, да, то есть вот таким образом, да, Бог как я верю, сегодня напоминает нам, что слово есть уже, слово было. Нужно вот, я, как бы, вот я считаю, нужно изучить это, да, нужно вот несколько раз это прочитать, нужно вот поставить вот эти вот ключевые такие моменты, да, потому что вот мы действительно не знаем, ну как, мы такие маленькие, что мы можем, да, кому мы можем, как, да, но мы, та церковь, которая никаким образом не основана на церковь, уже у нас есть плюс, вот вообще никак мы к ним практически не принадлежим. У меня даже было такое подтверждение, которое меня очень сильно вдохновило, я, может быть, пару лет назад это было, у меня же есть друзья в Испании, вот, которые приезжали на первую конференцию, рэльтовский, бывший, да, вот, Феликс, такой человек, и они мне как-то, вот, мы выложили фильм про центр реабилитации наш, по Ютубу, где там, помните, может, кто-то видел, ребята катаются на, за машиной, там, да, на колесах, так, мы показываем комнаты, как бы, показываем, так вот, действительно, получился такой фильм, и они увидели, видать, этот фильм, такие, о, как дела, до этого не выходили на связь, что-то, они все равно иногда греются на меня, на то, что мы делаем, то, что я вот, против рэта иногда, как-то, себя позиционирую, хотя я не против рэта, я против того, что над людьми издеваются, вот, я за рэта. И вот, позвонил мне и говорит, как дела, как ребята, как центры, я говорю, ну, нормально, все хорошо, давай, пришли мне карточку, или как-то, вот, я хочу денег вам перевезти, хочу вас, ну, как бы, благословить хотим. Я говорю, да, хорошо, конечно, давай сейчас, подумаем, как это сделать, он начал, и тут же, через какое-то время он мне вот, сказал, что денег хочется прислать уже, трубку я положил, и мне мысль приходит, я вспоминаю это пророчество, потому что, вот, оно во мне живет, что, ну, не будет ни одного доллара из-за границы, я думаю, ну, тогда что, мы не эта церковь, мы вот что-то не то, ну, как бы, потом думаю, да ладно, что там 500 долларов, пришлет мелочь, это же нельзя считать, что, ну, как бы, ну, действительно, для нас, вот, потому что мы делаем, больше навряд ли пришлет, думаю, это мелочь, не считается, но внутри мне как-то Бог проговорил, вот это вот место напомнил, и что-то не звонить, не звонить, не звонить, там, ну, пока не звонит, потом там происходит одно такое определенное событие, мне там они, звонит другой испанец, который вот его друг, там, Раймундо в больнице, и вы можете молиться, вот сейчас будем, там, операцию делают, и, ну, а я вот по простоте своей душевной, сливаю эту информацию туда, вреду, что мы можем молиться за Раймундо, старшим туда, думаю, ну, вдруг им там не сообщат, а они вот, Раймундо умрет, они даже за него не помолятся, короче, эта информация, вся мир облетает, этим там, похоже, в Испанию прилетает, что вы сказали, там, откуда он знает, и так далее, ну, то есть вот, ну, не хочу просто глубоко вдаваться в подробности, но вот как-то так информация закрутилась, что они, видать, там опять на меня нагрелись, короче, ну, и в итоге не присылают никаких денег, просто пропадают со связи, и я ободряюсь, просто нереально ободряюсь, потому что думаю, ес, на самом деле, мы та церковь, которая, которая Бог даже не дает, получить вот эти доллары из-за границы, вот, понимаете, да, поэтому, я говорю, сегодня очень важно иметь вот это вот пророческое слово, вот это вот подтверждение вообще, верить в это, то, что, вот, Бог собирается сейчас в наше время сделать что-то потрясающее здесь, через своих людей, в которых он вложит свое видение, да, что будет действительно меняться и экономика, и политика, да, потому что мы также, опять же, видим, что еще изменений не произошли, что, вот, ну, но даже вот обстановка в нашей стране тоже на грани, да, в том, что, ну, мы нуждаемся в реформах, мы нуждаемся вот в том, чтобы Бог вмешался во все это, да, мне очень тронули слова Путина, тут вот старое какое-то его видео там вырезали, нарезку, где он говорит, что, ну, Титя говорит, ну, говорят, что-то я не помню там про что, но он говорит, а почему вот Россия, потому что, ты говоришь, сам Бог ведет Россию, да, и это говорит, ну, как бы, лидер страны, я, знаете, ну, я все по ощущениям, можно притраться, можно сказать, ну, да, конечно, Бог тебя ведет, но, все-таки, вот, я, ну, как бы, Россия больше не мог, правильно, намного больше Путина, да, и он себя тоже чувствует часто чем-то таким маленьким и бессильным против каких-то там процессов, но точно так же наверняка он может что-то ощущать такое особенное, переживать, где в каких-то ключевых решениях, да, приходила какая-то особенная мудрость, приходила какая-то помощь, да, где, ведь мы же этого не видим, правильно, здесь, как вот Бог его ведет, как Бог Россию ведет, да, как вот Бог каким-то определенным образом делает, у него есть какой-то вот другой взгляд, да, что я вот это увидел в его глазах, вот это отражение, что он не шутит по этому поводу, да, что такими вещами, как бы, ну, не шутит на самом деле, да, что, что Бог ведет, поэтому мое желание, как бы, не поднять вас в патриотизм, я против духа патриотизма с той стороны, с другой стороны, да, то есть, мы, мы, как бы, вот, мы ожидаем, да, вот, того, что Бог обещал, что Бог обещал именно духовное пробуждение, что Бог, да, вот, он делает, каким образом он делает, мы даже не знаем, да, но вот опять же, вот в этом вот пророчестве есть такие, как бы, ключевые моменты, да, что, что нам нужно делать конкретно, да, что это пробуждение, которое мы будем с вами, да, переживать и проходить, оно не в шумных собраниях, знаете, оно не в толпах народов, оно не в каких-то там евангелизациях суперновых, суперсовременных, чтобы захватить как можно больше людей, но что там вот сказано, ключевые люди, да, что цель завоевания каких-то ключевых людей, и вы знаете, мы иногда думаем, что ключевые люди, это, какое-то, ну, тут сказано, да, про какое-то, да, кого зависит, да, судьба, ну, вот, я, например, знаю такую историю христианскую, что там был один пастор, проповедник, который, где-то, то ли он в Африке проповедовал, то ли где-то, не помню, но очень долго проповедовал, у него там почти никто не каялся, не было учеников, но и толком не было вот в его жизни чего-то, что он совершил, но у него, как бы на собрании или в церкви покаялся один человек, не помню, то ли это был сам Биллигрэм, то есть вот, грубо говоря, да, что, что я хочу сказать, что ключевые люди могут быть те, которых, ну, мы даже сейчас не знаем, что он ключевой, в какой сфере этот человек будет ключевой, как Бог его будет использовать, да, мы не знаем, но вот, каждый из вас может привести к Богу, ключевого человека, даже ты сам можешь, не зная этого, являться каким-то определенным ключевым человеком, и здесь, как бы вот, тоже про это говорится, да, что наша задача сегодняшняя, да, это действительно быть, уметь слышать его голос, верить в то, что он говорит, чувства навыками должны быть приучены к развлечению добра и зла, мы должны быть приучены, вот, именно к тому, что если Бог сказал, мы делаем, вот просто, да, или мы слушаем, или мы идем, или что-то делаем, за пять лет, которые, как-то меня Бог пробудил, он меня научил вот этим вот моментом, что он однажды сказал, второй раз повторил, и когда я понимаю, что это сказал он, меня остановить очень сложно, вот, ну, во всяком случае, он мне не ставит каких-то там задач, что мне нужно там пойти, я не знаю, голым бегать по улице, знаете, Бог сказал, нужно бегать голым по улице, да, ну-ка, он обычно не заставляет делать глупые вещи, но, иногда какие-то вещи даже, которые ты не понимаешь, зачем они, да, или, ну, если он сказал, я готов делать, знаете, и вот, вот эта вот тренировка, знаете, такая, что для меня самое главное, самое вкусное, самое любимое, это действительно исполнять волю Божию, то есть вот узнать ее, и иметь достаточно сил, духа, откровения, исполнить, понимаете, вот увидел я, что надо открывать центр реабилитации, было много сложностей, но было четкое подтверждение, открыли, пришли, начали, да, сейчас какие-то там другие обстоятельства, ну, ну, как бы, мы не знаем пока, да, куда он нас ведет, но он иногда просто что-то готовит, и потом что-то вводит, поэтому вот, вот это и есть, как бы, такая основа, как я считаю, для вот этого последнего, основного пробуждения, которое будет в России, то есть мы должны сами стать такими людьми, которых вводит Бог, и мы слышим Его голос, и для нас это самое ценное, самое главное, и, ну, как бы, вот поднять таких людей, да, то есть так проповедовать Евангелие, так жить, да, чтобы поднялись эти люди постепенно, да, чтобы вот это все произошло, и параллельно Бог это, ну, много чего делает по этому поводу, вот, поэтому я вам скину в группу эти пророчества, я уверен, что вот, если ты христианин, если ты любишь Бога, они тебя, они тебя вдохновят, тебя в них потянет, тебя в них затянет, и в тебе будет что-то, вот действительно такое, да, что ты влюбишься, да, вот в водительство Божье, вот, ну, по поводу пророчеств, достаточно, давайте мы откроем Ефесянам 6 главу, может быть мы еще там в процессе проповеди вернемся, потому что вот, я говорю там, есть много таких моментов, о которых можно говорить, но вы все сейчас не вместите, поэтому просто понаслаждайтесь дома вот этой духовной пищей, посмотрите, как много моментов сегодня совпадает с тем, что происходит, поэтому не стоит радоваться, из-за того, ну, как бы, не стоит переживать, из-за того, что доллар у нас там сильно стоит, пережив, нет, знаете, кто-то не переживает, но все равно чуть-чуть переживаем, где-то там, кто-то вот, ой, уже то не купим, то не купим, кто-то там сахар весь купил в магазине, но, знаете, даже вот, интересно, так Бог ведет, мы же коронавирус пережили, да, вот мы с Любой, с Ольгой ехали, и говорят, все будет, коронавирус уже, даже меньше, говорят, стали болеть люди, все, лаборатория равно, ну, да, в лаборатории разрушили, да, я говорю, что мы до конца не знаем тут про все это дело, вот так предполагаем, но сам факт, да, но с другой стороны, что вот даже, нам Бог даже позволяет как-то так привыкнуть, да, к каким-то моментам, к каким-то потрясениям, а, что, кризис, переживем, вот, вот, ну, когда войдем в него, да, когда будет действительно тяжело, что, будем тянуть это все, да, ну, сейчас смысл бояться, сейчас еще пока все нормально, и вот тут даже написано, про, да, голод, про хлеб, там, и так далее, здесь больше всего имеется в виду живой хлеб, да, кто-то пришел, хлеб по слову Божьему, по настоящему Божьему слову, да, потому что, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим, исходящим из уст Божьих, это тоже очень важно, знаете, не всяким словом, потому что Библия, она у всех сейчас есть, она написанная, а вот получать это слово из уст Божьих, вот сегодняшнее слово, актуальное слово, какое сегодня актуальное слово, не то, что я любое откровение беру, там и натягиваю, да, потому что там мы видим в Ветхом Завете пророки пророчествовали мир, мир, безопасность, там и так далее, а Исаи там, или Иеремия говорит, ну не верьте им, они вот просто вам пророчествуют то, что вы хотите услышать, да, и мы тоже знаем сегодняшнее слово, там будут говорить мир и безопасность, но внезапно настигнет их пару, да, вот, тоже можно это все сегодня применять ко многим моментам, которые происходят, вот, но мы как христиане, говорю, должны понять, да, что, с чем идет война, с чем наша брань, да, 2 Коринфянам, 10 глава, Ефесянам, держите, открыто, просто вот, 4 стиха, 5, ой, 3, ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствовали, оружие воинствования нашего, воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом, на разрушение тверды, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление, послушание Кресту, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится, да, то есть, ну, хотел обратить внимание на 4 стих, что оружие, хотя мы ходим во плоти, но не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом, на разрушение тверды, аминь, да, то есть, вот, они духовные, есть духовные твердыни, вот, например, да, что такое национализм, да, определенная духовная твердыня, да, против которой нужно говорить, и мы видим, как она, ну, действительно, вот, порабощает, я, ну, ладно, чуть-чуть об этом, я действительно, как бы, назад проматываешь, и ты анализируешь, как мог, вот, этот дух национализма, зацепить христиан, вроде, они все знают, но, они вроде все знают, ну, как бы, ну, вы видите национализм, ну, вы-то вроде, вот, не ведитесь, так нет, ты прям, проповедяк слышишь это, слышал это, понимаете, как, как, вот, вот, этот вот дух национализма, он спокойно адаптировался между христианами, заразил христиан, поразил христиан, что, вот, вот, на этой какой-то гордости, что, мы особенные, мы, и так далее, вот, это, это просто дух, понимаете, насколько он может, насколько он может порабощать, насколько он может поражать, и очень трудно, что-либо вообще, объяснить, таким людям, невозможно, как-то спорить, невозможно, как-то открыть глаза, невозможно, никакие другие, никакие аргументы, вообще, приводить, просто, видишь, упираешься, как в стену, поэтому, иногда, видимо, Богу приходится, делать какие-то более, жесткие вещи, для того, чтобы, людей от этого, очистить, освободить, Ладно, теперь про нас больше, 6 глава, Ефесян, с 11 стиха, с 10, Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было противостать, против козней дьявольских, потому что наша брань, не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего, против духов злобы, поднебесной, вот, Павел об этом говорит, да, то, что вот есть некое зло, мироправители тьмы, начальства, против начальств, против властей, против мироправителей тьмы, века сего, против духов злобы, поднебесной, да, то есть, вот, реальность сегодня такова, да, мир еще лежит возле, Но мы сегодня читали пророчество, мы такое же, в принципе, пророчество, только без России, мы видим в Откровении Иоанна, что Бог уже сказал, что наши победят, мы победим, тысячелетнее царство настанет, Бог царствует, Вавилон упадет, лжепророки будут брошены в огонь, Антихрист туда же, все, да, вот тоже читайте Откровения, тоже, да, вы в эти времена тоже можете увидеть тоже какие-то определенные моменты, но просто самый главный момент, он заключается в том, что Бог все контролирует, у Него есть план победы, да, каким образом нас туда привести, вот, сейчас мы имеем еще и такие уже, да, более к нам близкие какие-то пророчества. Для всего, 13 стих, примите, вот, одним словом, все оружие, да, я ходил в греческий перевод, там два слова, да, все оружие Божие, да, мы немножко, просто, все оружие такое, да, что это за все оружие, ну, вот, а ты одел все оружие, вот, мы иногда там, зачем-то общим забываем конкретику, но суть хочу отразить здесь, что, потому что мы, когда начинаем там разбирать вот это, вот это, да, мы можем смотреть, вот это у меня есть, а вот это не знаю, есть или нет, у нас должно быть все, и это не то, чтобы все дается как-то по отдельности, на самом деле нам дается все сразу, скажи, аминь, ну, практически. Знаете, вот я с чем хочу сравнивать, я в хоккей играю, и у нас там тоже есть это все оружие, и оно очень похоже на то, что здесь описано, у нас есть коньки, у нас есть щитки, защита, да, у нас есть шлем, у нас есть клюшка, да, и вот без любого из этих элементов, ты практически не можешь нормально там существовать на поле, без коньков вообще никуда, без клюшки бессмысленно просто, как дурачок ездишь, я вообще, ну, для меня это уже, ну, как бы, некоторые там, пойдем на каток покатаемся, если мне на каток покататься, я вообще никакого смысла в этом не вижу, все, у меня руки некуда деть, мне обязательно нужна клюшка, вот, даже если шайбы не будет, я буду какие-нибудь снежки там подбрасывать, кидать, там, что-нибудь вид делать, да, вот, и опять же, да, если просто покататься, да, у нас это называется, можно по-легкому покататься, у нас это вот, тоже есть такое, когда мы одеваем просто конечки, трикотом, у нас перчатки, клюшка, все, вот мы одеты, и мы по-легкому, и мы там не толкаемся, не шайбу стараемся не подкидывать высоко, чтобы, ну, ну, такая игра уже, ну, не совсем полноценная игра получается, да, вот, поэтому мы тоже, как христиане, не должны быть такими, знаете, вот, кататься по-легкому, быть такими легкими христианами, полуоружения, ну, вроде, нормально, я вроде нормально удовольствие получаю, поэтому нам действительно нужно вот все вооружение, все вот это вооружение, вот, 14 стих, да, для всего примите все оружие кожи, даже, дабы вы могли противостоять, в день злой, и все преодолев, устоять, вот, ну, наша цель, да, нам нужно устоять, нам нужно противостоять, сегодня, этим твердынем, да, не плотское наше оружие, да, оно духовное, оно должно быть все в комплекте, и так станьте припаяться в чресло ваше истинное, и облегшись в броню праведности, да, что такое припаяться в чресло ваше истинное, чресло здесь где-то, да, но истина, она в голове, да, ладно, откроем 1 Петра 1.13, просто сразу мы обратимся к тому, где там написано про ум, да, для того, чтобы правильно припоясаться, что это о духовных вещах идет речь, 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленный, припоясав чресла ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповая на подаваемую вам благодать явлений Иисуса Христа, да, то есть вот мы должны знать истину, и мы ее знаем, да, истину, что или кто? Истина – это кто? Истина – это не просто знание, истина – это знать Иисуса Христа, это быть с Ним, да, Иисус даже когда говорит, что и познайте истину, и истина сделает вас свободными, да, то есть мы не узнаем истину, мы познаем истину, мы соединяемся с ней, мы принимаем то, что сделал Иисус для нас, да, в чем истина, да, что каждый человек, он грешен, да, и мы вот до конференции, три собрания мы разбирали, что через Иисуса Христа открывается вот эта правда Божья, открывается суть и открывается истина, что Иисус осудил грех во плоти, он отделил человека от греха, он осудил грех, но оправдал человека, не во всем мы виноваты, да, поэтому Павел, мы видим, он может вот это сказать в Римлянах, не я сие делаю, но грех живущий во мне, до этого мы не имели права это сказать, пока вот Иисус не разделил вот это, мы не могли это понять, мы во всем, поэтому фарисеи, они хотят побить женщину камнями, понимаете, вот они приводят ее к Иисусу Христу и хотят ее побить, убить человека за то, что она во грехе, а он им говорит, а всякие из вас, кто без греха, брось в нее камень, что происходит с ними? Они все уходят, да, вот она, истина, отделяющая грех от человека, и потом ей говорят, иди, и я тебя не осуждаю, понимаете, поэтому вот, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, вот в чем заключается припоясание чресла нашего ума, понимаете, и там сразу же идет вторым стихом, припоясь чресло ваше истинную и оденьтесь в броню праведности, да, то есть вот оно, оно как бы об одежде, оденьтесь в праведность и припоясь чресло, об одних практически и тех же вещах говорится, да, что праведность, она связана с одеждой, да, что одежда связана с нашим комфортом, с нашим ощущением, вот, да, Ева с Адамом, они согрешили, и они почувствовали нужду в одежде, они были голые, им было дискомфортно, им сразу стало неуютно, неудобно, им захотелось спрятаться, закрыться, вот, Иисус Христос дает нам новые одежды, да, Он наша праведность. Давайте откроем филиппийцам. Третья глава. С восьмого стиха, третья глава. Да и все почитаю щитой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога поверит. Знаете, вот, мы должны одеться действительно в правильную броню, правильную броню праведности. Не просто какое-то, то, что ты видишь, грешу или не грешу, понимаете, правильную и неправильную. Павел говорит, не со своей праведностью, которая от закона. Закон, да, он что делает, он проводит черту, и вот оно, да, согрешил или не согрешил. Понимаете, Иисус Христос омывает наши грехи своей кровью и одевает нас в свою праведность, которая не от закона, а которая от Бога поверит. Вот ты веришь, что ты можешь одеться в эту праведность, ты одеваешься. Не хватает тебе веры принять эту праведность, ты продолжаешь себя вот там разделять. Сегодня ты хорошо, завтра ты нехорошо, три дня ты хорошо, потом неделю ты плохо и так далее, понимаете. Поэтому вот, прибоясь в чресло ума вашего, да, истинную и одевшись в броню праведности, это вот определенное состояние наше, состояние нашего мышления. Кто мы? Младенцы, колеблемые всякими мыслями? Или мы все-таки оправданы Христом? И будет естественно, будут моменты, когда ты будешь согрешать. Но у нас что? Есть ходатай, есть защитник. Первое письмо Иоанн, да? Все мы согрешаем, все мы много согрешаем, Библия говорит. Вот, поэтому, и это не для того, чтобы ты грешил, да? Как апостол Павел говорит, да? Я вам об этом рассказываю, так что же нам теперь грешить? Нет, но если согрешим, имеем ходатай. Понимаете, вот в этом нужно научиться ходить, в этом нужно научиться существовать. Это очень важное такое, ну, наше состояние. Дальше, Таня Фесянова. Понимаете, вот, ну, и дальше идет... Я раньше думал, что обувь идет последняя, но здесь вот уже сразу идет про обувь, да? Итак, станьте, припаяться в чресло, ваше истину и облегшить броню правильности, и обух ноги в готовность благовествовать мир. Знаете, вот, они даже вот описаны, как бы, все в совокупности, да? То есть, ты не то, чтобы там сначала истину, потом правильность и потом обувь, да? Но это идет вот некий комплекс такой сразу, да? То есть, вот он даже перечисляет. Станьте, припаяться в чресло, ваше истинное, и облегшить броню правильности, и обувь ноги в готовность благовествовать мир, да? То есть, вот, некий такой посыл, который, он все это так перечислено, должно быть все вместе. Что такое ООО, да? Вот это духовное... Это готовность проповедствовать. Внутренняя готовность проповедствовать. Что это не то, чтобы давайте пойдем все на венгелизацию. Нет, это вот это вот состояние, когда я готов дать отчет о своем уповании. Помните в Библии написано? И так будьте всегда готовы дать отчет всякому спрашивающему о вашем уповании. Понимаете? Вот именно таким образом мы завоюем ключевых людей. Вот через эту готовность просто рассказать, кто ты, что ты, что такое христианство. Понимаете? Очень важно в сегодняшнее время вот до людей донести суть христианства. Понимаете? Очень важно. Очень важно самим его понять, да? И очень важно людям донести, потому что нормальные как бы люди, адекватные, да? Они это примут, если им нормально это донести. Вот у нас должна быть такая готовность. Мы не должны как бы теряться. Понимаете? Мы должны вот такого вот, на мой взгляд, примитивного донесения, да? Мы просто вот Иисус Господь. Ну, да, мы можем с этого начать. Но нам нужно людям донести суть Ивангелия. Почему же Он Господь? Что же Он такого сделал? Что Он сделал такого, что не сделал никто другой? Да? Что происходит в сегодняшнем обществе, да? Что я говорю, я сто раз там спорил, со своим братом, с отцом. Ну, не сто раз, но мы спорили. И споры были такие, что вот они от политики, от политиков пытались... Вот, гады, все воруют. Все, что же Он их там не может всех там... Ну, это раньше еще было, потом они полюбили Путина. Что же Он их там не может всех поменять? Надо всех поменять. Они же, что же Он не видит? Они же все воруют и так далее, да? А вопрос уже в том, а если бы вы сейчас туда попали, вы бы что делали? Через какое-то короткое время точно так же воровали. Вы бы не смогли противостать вот этому всему, тому, что там творится. Поэтому я говорю, вы хотите от политиков того, что дать может только Бог. Тех изменить, чтобы они так наладили жизнь в обществе, да? Чтобы вот всем жилось хорошо и справедливо. Они не могут этого сделать просто, потому что они не духовные люди, у них нет откровения, чтобы это сделать. Мало того, что они там... Хорошо, если там просто порядочные появляются и более-менее как-то свою работу выполняют. Но я говорю, поэтому вы требуете от мира, от каких-то вот этих ценностей духовного счастья. Понимаете? Вот, ну, это не то. Поэтому, знаете, вот людям нужно это объяснять сегодня, да? Что их несчастье, оно не в плотских только вещах. Сегодня нужно это объяснять людям. Что зачем пришел Иосиф Христос? Что вот сегодняшняя проповедь, она не должна быть такая, как она была раньше, в 90-х. «Приди к Богу, и Он тебе все даст». Деньги, машину, жену и так далее. Понимаете? Была такая проповедь, таким образом людей приводили в церковь, удерживали в церкви и так далее. Но потом люди разочаровываются, потому что они не затем пришли ко Христу. Они пришли просто вот, как Иисус говорит, «Вы идете за мной, потому что ели хлеб и насырки». Говорят, «Но заботьтесь не о пище тленной, заботьтесь о пище, которая ведет к жизни вечной». Понимаете? Вот я хочу верить, мы должны стать такими людьми, которые могут объяснить эти духовные вещи другим людям. Они готовы действительно нести Евангелие, настоящее Евангелие. Вот это нужно, да? Вот в эту готовность нужно быть обутыми, да? Нужно быть подкованными, как бы, знаниями, нужно быть вот, ну, просвещенным, ну, быть учениками Христа, в принципе. Вот, потому что то, куда сегодня катится мир, он в любом случае катится из-за вот этой эпохи потребления, да? То есть, что вот мы идем в тупик, когда мы хотим больше производить, для того, чтобы больше потреблять, и все мне, 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 ради меня, вот в этом эгоизме, да? Поэтому мы должны понять, что такое Павел Вавилон, да? Кто читал Павел Великий Вавилон? Кто помнит про что там, да? Что это за Вавилон? Что это город какой-то поет? Нет, это рушится целая система ценностей, да? И там говорится о том, что будут стоять эти купцы, наблюдать за тем, как рушится этот Вавилон, эта система, и будут в ужасе от того, что ихних товаров больше никто не покупает. Понимаете? Вот оно, да? Вот оно вот, сердце такая, суть Вавилона, суть эпохи потребления. Мы, как крестьяне, можем быть подкованы к этому. Поэтому вот наша проповедь, мы проповедуем мир о том, что ценности настоящие, они духовные, что счастье, оно в Боге, оно с Богом. Вот. И это уже сейчас становится очевидным. Поэтому сегодня нужно уметь проповедовать Евангелие. Вот. И просто если раньше, в чем будет плюс сегодняшнего времени? Если раньше люди не хотели слушать эту проповедь, не хотели слушать о духовном, их приходилось подкупать вот этими вот вещами, как бы, да? Ну, приди, Бог тогда хотя бы даст и все, да? То есть мы вот в Вавилоне проповедуем по-вавилонски, да? Мы пытаемся Бога представить как такого, который вот будет исполнять все твои хотелки. То сегодня люди уже не захотят вот, ну, такого Евангелия. Или, может быть, ну, как бы захотят, но уже, как бы, ну, от него не будет никакого толку. И я знаю, что будут люди, которые захотят настоящего Евангелия. Вот об этом и говорится. Знаете? И будет время, что еще будут церкви как будто будут продолжать вот то Евангелие еще проповедовать, Евангелие Просветание. Оно уже не будет питать людей, понимаете? Не будет оно Богу. Люди захотят настоящего духовного, понимаете? Глубокого знания Бога, сути вещей, да? Что такое вообще, да, наш грех, греховность, настоящая праведность, счастье в Боге и так далее. Что такое водительство духом? Люди будут этим интересоваться. Аминь. Апаче всего возьмите щит 16 стих. Апаче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Что вера это не только... Вера это не только, да, наш доступ к Богу, да? Верой мы получаем, верой мы принадим. Но вера, оказывается, еще и щит. Да? То есть это прям вот, помните, римские щиты какие были вообще? Что-то такое прям, зачем можно было укрыться, когда стреляют, да? И помните, тоже кино смотрели различные, да? Когда лучники стреляют. Вот там просто... Сыпятся, и они просто вот только щитами укрылись. В сегодняшнее время это нам всем нужно. Потому что сегодня так летит, так летит отовсюду. Вот ставщик веры. Это его обетование. Я с тобой, я не покинул. Будет... Весь мир накроет тьма, но над тобой будет сиять Господь, да? То есть вот у нас сегодня есть это слово, есть эти обетования, которые сегодня, для сегодняшнего времени, мы можем ими укрываться. Все как щитом просто. Не важно, сколько этих стрел лепит. Ну, укрывайся. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие, да? И шлем спасения возьмите, вот, да? Вот тоже такая важная вещь. Шлем, он не только там тебя защищает, он еще и как бы показывает тебе чей... Ну, показывает другим и тебе, или твоим, чей ты. Кто ты? Знаете, шлем, они вот по шлемам узнавали, да? Кто из какой армии, да? Кто из какой команды. Это тоже такая очень важная вещь. Это и атрибут, да? И поэтому наше спасение, вот, да, Библия называет там, когда Давид молится, верни мне радость спасения. Или есть такая еще, в примере, уверенность в спасении. Это вот тоже относится к нашему мышлению. Действительно ли мы спасены? Действительно ли мы радуемся вот этому спасению, и настоящему? Действительно ли мы радуемся вот этому другому мышлению, в котором мы сегодня пребываем? Действительно ли у нас есть этот шлем спасения, да? Что вот мы в нем? И я говорю, что без шлема, вот я как хоккеист вам говорю, очень невыютно на поле. Знаете, не так часто прилетает что-то в голову, ты как бы, ну, можешь иногда и без него, но тебе очень дискомфортно без него, если честно. Сними с тебя шлем и все. Сразу не то, но в шлеме ты чувствуешь себя защищенным, ты чувствуешь себя в безопасности. Поэтому, вот, ну, действительно, наше спасение, оно в Боге, и мы вот это понимаем, что никто, ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни что под нами, ни что над нами, ни ангелы небесы, никто не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Вот мы шлем спасения. Вот что ты собой представляешь. Поэтому вы будете сиять, да, разумные будут сиять, как светилы, да, вот они будут сиять. Вот этот шлем спасения, он не просто, знаете, шлем, вот спасение одевают, знаете, вот, раньше вот доспехи изучали, и мы должны с утра одеваться в доспехи, так и так далее. Мы раздеваться должны, мы все время как бы в них, и они все время с нами. Имеешь духовный, который есть, Слово Божие. Да, важно знать его, важно его проповедовать, важно быть в этом пророчеством духи сегодня. Помните, что такое свидетельство Иисусу? Я вам уже про это говорил, где Иоанн, в откровении Иоанна, он хотел перед каким-то там говорившим ему, да, ангелом, припасть к коленям, склониться перед, он говорит, стой, 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 поднимись. Он говорит, я такой же, как и ты. Подумать тебе, братья, да, имеющим свидетельство Иисусова. А свидетельство Иисусова есть что? Дух пророческий. Найдите это в откровении Иоанна. Да, вот этот вот дух пророческий, то есть, мы говорили, что такое пророчество, это будет наполненным духом, Словом Его, да, для того, чтобы говорить Слово Божие. Да, вот в духе пророческом. Потому что это и будет отличать, опять же, людей сегодняшнего времени. Помните, как выглядел Иисус в откровении? Вначале, в первой главе был одет, да, там, голос Его был, как шум многих вод, ноги Его были, как раскаленные столбы, одежда Его такая-то, волосы там белые, и из уст что выходил? Меч обоеда острый, да, как пламя, да, как меч обоеда острый. Да, и мы тоже в Библии говорим, что в евреях написано, что Слово Божие есть, меч обоюдоострый, проникающий куда? До разделения души и духа, отделяющий составом, ничто не скрыто, да, ну, это вот то, что сегодня у нас есть. Сегодня, в сегодняшнее время, нужно действительно отделить душевное от духовного. Что есть душевное, что есть духовное. Слово Божие помогает все это сделать. Это будут вот, ну, это и есть о событиях последнего времени. Если вы, говорю, хотите почитать про события последнего времени, вот есть Фессалоникийцам вторая глава про антихриста. Второе, Фессалоникийцам, вторая глава с третьего стиха. «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся, выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий тебе. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие под действием сатаны, будет со всякой силой и знамением чудесами ложными и со всяким неправильным обращением погибающих за то, что они не приняли любви истинной для своего спасения. И за сие пошлет им Бог в действии заблуждения, так что они будут верить лжи. Аминь. В сегодняшнее время много это открывается, что будут люди, которые будут верить лжи, что будут открываться помыслы человека греха. Но Господь Иисус убьет духом уст. И это же не будет вот так, что куда-то там сверху дунет. Но Слово Божье, которым будут наполнены Его люди. Его люди, которые будут проповедовать Его истину через пророческий дух. Через свидетельство Иисуса, настоящее свидетельство Иисуса. Поэтому размышляйте об этом всем. Будьте духовными. Не будьте как младенцы, не будьте как те, которые размышляют по младенческим мыслям. Что только как младенцы они мыслят. Я, мне, мое, эгоизм, все вокруг меня, все ради меня. Мы, как Божьи люди, как Его Церковь, призваны явить нечто другое. И сегодняшнему миру нужно именно вот это другое. Да? Как люди. Что люди, они созданы, чтобы жить ради ближнего, для ближнего. Как это? Да? Для какого ближнего конкретно есть Дух Святой у нас? Бог, который нас поведет, приведет. Нам не нужно собственными силами идти заниматься благотворительностью, быстрее сейчас там кому-то еду раздавать. Нам нужно вот как здесь. Мы прочитали в Ефесянаму 6 главе. Быть одетыми, быть обутыми, правильно понимать самим, быть готовыми дать отчет, быть готовыми евангелизировать действительно Евангелие настоящее. Не просто людей в церковь притянуть, сказать, что приди, и все у тебя наладится сразу. Иисус умер за наши грехи. Бог хочет примирить человека с собой. И человеку нужно услышать настоящее евангелие. И люди, когда будут слышать настоящее евангелие, они будут приходить по-настоящему. До них будет доходить. Потому что Бог даст голод. Потому что Бог сделает вот это вот в последнее время что-то, что вдруг люди будут принимать это. Поэтому я за это. Я лично для себя я хочу проповедовать настоящее евангелие. Я не хочу его приукрашивать. Я не хочу к нему ничего добавлять. Не хочу ничего из него убавлять. Знаете? Потому что оно и есть сила Божья. И оно способно спасать и обращать людей. И приводить их к настоящему счастью и миру с Богом. и в дальнейшем благословением.